Судьба И на живую землю черной былью смерть легла Сухой радиоактивной полосою И на живую землю черной былью смерть легла Сухой радиоактивной полосою Горел бетон, дымилась сталь, на бой с бедой пошла Простая всенародная отвага Чтоб защитила землю от невиданного зла Невиданная прочность саркофага Чтоб защитила землю от невиданного зла Невиданная прочность саркофага 32 чернобыльской катастрофы. Это много или мало? Да, это целое поколение выросло людей, детей. Много ушло из жизни чернобыльцев Было 12 с лишним тысяч, сегодня уже 7 с половиной тысяч Уважаемые чернобыльцы, конечно нужно провести нам эту дату Отнестись должным образом к этой трагедии Провести патриотическое воспитание в школах, в гимназиях, в учебных заведениях, где молодежь Я вам скажу, что это была Третья мировая война Многие об этом не знают, но мир об этом знает Вот здесь мы находимся в музее Этот музей мы начали в 2013 году делать, строить, ремонтировать Вложены определенные деньги сюда депутатами госсовета Это были первые Потом чернобыльцы начали собирать А это только начало, но я думаю мы в этом году доделаем до конца Собралась рабочая группа Эта группа продумала план действий и мы начали работу собирательскую Тем временем через Верховный совет были выделены деньги на создание этой экспозиции Работа тянулась на протяжении нескольких лет, большими трудностями все это проходило Открытие этой экспозиции произошло уже в мае 2015 года При большом собрании общественности, связанной с Чернобылем И ликвидаторов, и руководителей нашей республики Была открыта первая эта экспозиция Экспозиция у нас расположена в двух залах, небольших двух комнатах Делится условно на две части В первой комнате вас встречает экспозиция, посвященная городу Припять и городу Чернобыль Также в первой комнате экспозиционной рассказывается об участии научных институтов Которые принимали активное участие в ликвидации последствий этой страшной аварии Здесь же мы видим макет, счета управления, картины жизни города Атмосфера рабочая, которая была на атомной электростанции И, собственно, этапы аварии на Чернобыльской АЭС Как это произошло? Здесь же представлены фотографии героев, ликвидаторов Первыми шагнувшими в это страшное пламя И пытавшимся спасти все человечество от страшных последствий этой неминулой аварии Во второй экспозиционной комнате у нас представлено уже сведения Которые рассказывают о нашем крымском сводном отряде И непосредственно о симферопольцах, которые принимали участие в ликвидации последствий этой страшной аварии Крымский сводный отряд приступил к исполнению своих обязанностей в 1986 году И пробыл там почти 40 суток 187 человек стояло на боевых позициях Чернобыльской атомной станции Мы охраняли Чернобыль, 30-километровую зону И несли непосредственно службу в машинном зале Чернобыльской атомной станции Да, уровни радиации были высокие Да, у нас были проблемы У нас были проблемы с борьбой с радиацией Мы должны были защитить личный состав тех высоких доз, которые были там Потому что предельные дозы радиации были до 20 рентгенов Что нам было положено держать у личного состава И не дай бог, если будет больше Проводились служебные расследования Мы когда отбирали на работу Чернобыль личный состав Мы знали, сколько у нас должно быть офицеров Сколько должно быть сержантского состава Рядового состава И мы получили команду Каждые 4-6 часов мы несли службу непосредственно по охране этого объекта Мы откачивали тяжелую воду под реактором Ликвидировали аварийные ситуации с выбросом водорода Чистили машинный зал кровлю Обеспечивали пожарную безопасность, аварийную безопасность Личный состав с честью выполнил свой государственный, патриотический и архитанский долг Тридцать лет прошло С того страшного дня Это скорбная дата Для тебя и меня С каждым годом Все меньше Героев солдат Тех, кто в этом строю Уже давно не стоят Скажем Путь земля Всем те Кого нет Все мы вдовы Накроют Поминальный обед А мы будем ждать Чтобы жить Без нужды Чтобы не было больше Подобной беды У нас есть музей Уроки Чернобыля У Иошину Гимназий номер 11 Семени Таневого в городе Симферополь Я вам скажу спасибо большое Ильенко Иван Яковлевичу Моему заместителю И Иошину Николаю Васильевичу Которые Были главными организаторами создания этого музея И у них это получилось Сами стенды музея В общем-то расположены таким образом Что они раскрывают как бы историю создания вообще Атомной энергии Они открывают мир науки 20 века Где мы встречаемся с выдающимися учеными И прежде всего конечно учеными Советского Союза Народа нашей страны Это стенды, которые говорят о атомной энергетике В истории нашего общества И на современном этапе Значит мы говорим о том Что атомная энергия сегодня должна служить человеку Ну и поэтому конечно на стендах Имена выдающихся людей Атомщиков Прославленных людей Нашей страны Близится дата 30-летия Чернобыльской трагедии И безусловно Эти события в этом году будут отмечены значительно шире И мы будем проводить большую работу Снова не только с нашими учащимися Но и с традиционной общественностью Как безусловно Эти события в этом году Это Крым, здесь везде мы, Тарусская, Крым. Это Крым, здесь на спальне, в тобой родные. Симферопа и Ялта, Севастополь и Керч. Приятно, что и в России к нам относятся хорошо. В начале выступления я хотел бы благодарность выразить однозначно всем участникам ликвидации на Чернобыльской АЭС. И выразить свое восхищение вашим подвигом. Это действительно была боевая ситуация, нестандартная, при которой возникла угроза жизни людей на большой территории. По сути, могла быть трагедия вселенского масштаба. Если бы не ваш подвиг и не подвиг тех людей, которые отдали жизни, их, к сожалению, в этом зале с нами нет. Понимаем те проблемы, которые сегодня есть у ветеранов-чернобыльцев. Мы действительно, еще раз говорю, заслуженные люди, перед которыми мы все в долгу. Поэтому, со своей стороны, правительство Республики Крым, Государственный совет готовы оказать содействие вам по всем, без исключения, направлениям. Подписать сегодня наш общественный договор, социальный договор в нашем партнерстве. Подписание соглашения о взаимодействии Совета Министров Республики Крым, Государственного Совета Республики Крым и Крымско-Республиканская общественная организация инвалидов «Союз Чернобыль». За Совет Министров Республики Крым соглашение подписывает глава Республики Крым, председатель Совета Министров Республики Крым, Аксона Сергей Валерьевич. За Государственный совет Республики Крым соглашение подписывает председатель Государственного Совета Республики Крым Константин Владимир Андреевич. За Курско-Республиканская общественная организация инвалидов «Союз Чернобыль» соглашение подписывает председатель организации Тимофей Виктор Иванович. Мы стали полноправными членами Союза Чернобыль, Общественной Организации Российской. А мы стали Крымской Республиканской Общественной Организацией Инвалидов, Союз Чернобыль. В Феодосии будем в этом году делать Аллею Героев, Сквер Героев Чернобыльцев. Мы в Феодосии создали фильм о чернобыльцах и при любой возможности показываем жителям города и люди восхищаются, какие герои живут в Феодосии, которые ликвидировали ядерного монстра. Многие из них, не дожив биологического возраста, поумирали, отдав, как говорят, свою молодую жизнь. Летчики, пожарные, медики, автомобилисты. Очень много людей принимало участие в ликвидации ядерной аварии. Поэтому мы до сегодняшнего дня продолжаем сражаться, чтобы нас знали, не забывали. Это люди, которые особые люди считают. Я был там месяц, месяц почти. Немножко дозу подхватили все. После чего мы уехали домой. И потом со временем пришлось на болезнь перейти, инвалидность. Нам за ту работу, нам Ивану Яковлевичу, Василию Степановичу, мне дали героя Чернобыля за это самое. И правительство наше очень хорошо отнеслось к нашим чернобыльцам, российским. Сейчас немножко львоты повысили, лечение по санаториям. Но мы бы хотели лучше. А самое главное, чтобы вы с молоду уже поняли, что дороже жизни, здоровье родителей. Одним словом, чтобы вы верны своему долгу, когда вы будете служить, своей профессии. Хочу поздравить личный состав чернобыльцев. Их семьи, детей, всех участников испытания ядерного оружия, подразделения особого риска. И всех, кто был связан с катастрофами, где произошли аварийными ситуациями с ядерным ядром. Здоровья вам, прежде всего. Ну и, конечно, семейного благополучия. А нам, как руководителям чернобыльского движения в Крыму, побольше вникать в чернобыльские проблемы, помогать их решать, но и быть, как мы говорим, в стволе нашей сегодняшней жизни, нашей сегодняшней власти. Будем жить, мужики, будем жить, даже если и тридцатилетними будут заживо нас хоронить, Прикрываясь красивыми бреднями. Нас все меньше, но все же нас тьмы, как не сильно ряды поредели. Мы стекаемся снова сюда, словно к морю стекаются реки. В кулаке нам по силам беда, ныне пресно и даст Бог вовеки. Ныне пресно и даст Бог вовеки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова